Всем привет! Это МХЛ удивляет! Программа, которая расскажет вам о самых интересных и ярких событиях молодежки. В четвертьфинале Белые Медведи вырвали серию у Омска, проигрывая 0-2. Поэтому эмоциональный заряд перед полуфиналом у челябинцев был сильнейший. А вот у СКА 1946 три победы к ряду и куда больше выходных. В стартовом периоде первой игры челябинцы хоть и перебросали соперника, но у петербуржцев моменты все же были поинтереснее. А наверное лучший дуэт этого плей-офф Демидов-Романов к 14 минуте открыл счет. Иван сделал очередную шикарную передачу, а Романов привычно замкнул. Вторую 46-е забросили уже через 30 секунд после вбрасывания во втором периоде. Иван Демидов исполнил тоже шикарно, но по сути курьез. Дальше Медведи включились. Сначала создали несколько очень опасных моментов, а затем в большинстве открыли счет своим голам в полуфинале. Владислав Юсупов почти от синей линии зарядил в дальнюю девятку. Дальше игра подровнялась. Уже в третьем периоде после удара в голову Семен Синяткин присел на 5 минут, а Белые Медведи получили шанс. Но, как не давили, изменить счет на табло не удалось. А вот у петербуржцев вышел Синяткин и буквально в следующей смене бросился неудобный, а Матвей Короткий сработал на добивании. Дальше челябинцы удаляются и 46-е реализуют 5 на 3. Владислав Романов после двух рикошетов сделал счет 4-1. Первый матч за хозяевами. Во второй игре первую шайбу увидели гораздо быстрее. Всего полторы минуты и Петербург вышел вперед. Никита Недопекин продрался к воротам, а потом каким-то образом выдал передачу на Игната Лутфулина. Тот с неудобной и отправил шайбу в ворота. В середине периода Иван Демидов как к себе домой закатился в зону челябинцев и без проблем удвоил преимущество 46-х. Через пару минут все у того же Демидова был еще момент. Учитывая, что курьезные шайбы у него уже были, то и здесь можно было ожидать. Дальше Руслан Хажеев сохранял свою команду как мог, но в итоге допустил одну ошибку и этого было достаточно для армейцев. Недопекин 3-0. Всего спустя минуту Амир Нугманов оказался расторопнее всех на пятаке и отправил четвертую в ворота Хажеева. Могла залететь и пятая, но штанга сыграла за Челябинск. У Медведей вступил в игру Данил Машаров и довольно быстро ему дали проявить себя. Старт третьего периода остался за Челябинском. Егор Горбунов по красоте добрался до ворот, а дальше партнеры не подкачали. Леонид Калуди отправлял шайбу уже в пустые. Дальше моменты возникали и у тех, и у других ворот, но у Павла Моисевича работы было чуть побольше и он с ней прекрасно справлялся. В итоге снова 4-1 и снова в пользу хозяев. Первый матч в Челябинске начался с равной игры, но у петербуржцев лучше проводили быстрые атаки. Отличный момент в большинстве был у Нугманова, но немного не хватило. Зато через минуту хватило Леониду Кулешову, который быстро убежал и наконец вывел Челябинцев вперед. Минуту спустя Никита Якимов забросил тоже довольно неожиданную шайбу, бросив с неудобной. После этого Кирилл Герасимюк занял место в воротах петербуржцев. Всего 19 секунд во втором периоде и Иван Демидов нашел Даниила Лазутина, который поймал на перемещении вратаря Челябинцев. У Романова был еще один шикарный момент, но Машаров оказался на месте. Дальше большинство 5 на 3 и челябинцы снова сделали преимущество в две шайбы. После зарубы на пятаке Дмитрий Киржаков лежа затолкал шайбу в ворота. Уже в третьем периоде снова необычный момент, снова с Демидовым. Александр Филатов влетел в свои ворота, а Демидов, выиграв в борьбу, попытался забить. Но ворот уже не было. На 55-й минуте Иван Селиванов аккуратно набросил, а Степан Горбунов первым оказался на подборе и красиво убрал вратаря. Снова 4-1 в пользу хозяев, но в этот раз уже в Челябинске. В четвертом матче счет открыли гости. На восьмой минуте Демидов продрался к воротам, дальше шайбы подбили. Но Данил Вазутин быстро сориентировался и отправил ее в домик. Челябинцы тоже быстро сориентировались. Меньше чем через минуту Степан Горбунов точнейшим броском под перекладину сравнял 1-1. Потом команды обменялись хорошими атаками, но шайб до перерыва больше не было. Уже во второй 20-ти минутке 46-е в пару касаний довели шайбу до ворот, и Григорий Осипов прицельно зарядил в девятку. Всего 40 секунд, и Иван Водоренков практически точь-в-точь повторил гол Осипова. После этого Данила Машарова в рамке ворот сменил Руслан Хажеев. В середине матча Игнат Лутфульн реализовал большинство, после отскока от вратаря бросив с неудобной между вратарем и штангой. За 5 минут до перерыва челябинцам удалось сократить отставание. Никита Телегин из круга вбрасывания мощно замахнулся и в момент переправил шайбу в ворота. Весь период Белые Медведи атаковали, но гол пришел лишь в концовке. За 36 секунд до сирены. Ярослав Епаров выиграл борьбу на пятаке у двух соперников и на лету переправил в ворота. На этом атака челябинцев и остановилась. 4-3, третья победа с катриджицу 46. В ледовом, уже в дебюте игры, Леонид Колоди убежал на рандеву с голкипером и вышел из него победителем, красиво разобравшись. Правда, уже скоро почти такая же ситуация была у ворот челябинцев. Даниил Азутин отправил в прорыв Ивана Демидова и тот, как всегда, сделал все по красоте. Белые Медведи напор сбавлять не стали, даже пытались закопать. Концовка периода явно за гостями и в итоге именно они и забросили. Быстрая атака, красивый розыгрыш и Епаров отправляют шайбу в пустые. 2-1. Со старта второго периода петербуржцы бросились отыгрываться. Полторы минуты и Григорий Осипов забыли на пятаке. Он челябинцев не простил. Дальше Хажеев спасал своих как мог, но ближе к середине матча Демидов остался один на дальнем фланге и молниеносно отправил шайбу в ближнюю девятку. Потом игра проходила обоюдо остро, но без голов. Лишь на 51-й минуте Никита Сураев прервал голевое затишье, исполнив фантаймера. В концовке третьего периода челябинцы сумели сделать так, чтобы шайба пересекла линию ворот, правда, не совсем законно, поэтому ее не засчитали. За минуту до середины медведи продолжали наседать, но Матвей Короткий из своей зоны отправил шайбу в пустые, а СК-1946 зарезервировал место в финале. Противостояние, которое в Ярославле ждали целый год, все-таки состоялось. Действующий чемпион снова в полуфинале. Заряженность лока на эту серию нижегородцы прочувствовали сразу. Уже на третьей минуте Дмитрий Ябелов с неудобной под перекладину сделал 1-0. В середине периода Максим Белоусов 2-0. За 6 секунд до перерыва Кирилл Емельянов 3-0. Правда, после перерыва команды поменялись местами во всех смыслах. Всего 36 секунд и Никита Артамонов убегает 1-3. Спустя 2 минуты Артем Проничкин мощно подключился к атаке. Дальше дубль Глеба Чеснокова и Чайка впереди 4-3. Но уже на старте третьего периода Владимир Конов сравнял. Следующую шайбу увидели только в овертайме. Причем дополнительное время проходило под контролем лока. И тренерскому штабу Чайки даже пришлось брать тайм-аут. Правда, почти сразу после этого Леонид Зилев поставил точку. Во втором матче Хозяева тоже старались доминировать. И в первом периоде перебросали соперника почти в три раза. Но открыли счет нижегородцы. Андрей Крутов лучше всех разобрался перед воротами. Ярославцы наседали и к середине матча смогли сравнять. Капитан Лока зарешал на пятаке. В третьем Ябелов заработал булит, но Конов не сумел его реализовать. Однако уже в следующей смене Ярослав Зыков сделал счет 2-1. В серии 2-0 в пользу Лока. В Нижнем Новгороде ярославцы не стали тратить время. И уже через 36 секунд Владимир Конов в одно касание элегантно открыл счет. Дальше Глеб Чесноков отборолся на пятаке и сравнял. Затем Лока дважды выходил вперед, но дубль Андрея Крутова сохранил паритет. А в концовке Артем Пронечкин забросил победную. Причем гол получился очень дорогим на эмоции. Никита Артамонов за его празднование даже получил матч штраф. В итоге многие болельщики Нижнего перед четвертой игрой переживали, что сразу несколько лидеров пропускают этот матч. Но Чайка сразу показала, что и так вполне боеспособна. Через три с половиной минуты после старта Вячеслав Малов набросил от Синий, а Игорь Наумов удачно подставил. Дальше Чесноков оказался самым ловким и в бейсбольном стиле сделал 2-0. Ярославцы старались давить, но Дагестанский никак не поддавался. В середине матча снова Глеб Чесноков почти с той же позиции оформил дубль. Ярославцы как ни старались в этой игре забить так и не смогли. По два в серии. В пятой игре в состав вернулся Никита Артамонов и сразу постарался реабилитироваться. Быстрая атака и передача на Андрея Крутого, который в одно касание открыл счет. Ну, хотелось реабилитироваться в первую очередь за вот этот жест не очень красивый. И как бы тоже тут при всех извиняюсь за это, как бы эмоции поддался на провокации. Как бы будет уроком. А эмоций было много на самом деле. Но в третьем периоде уже как бы, не знаю, их меньше осталось. И по игре тоже это сказалось. В третьем периоде мы его подсели прям в начале именно. Сухая серия Дмитрия Дагестанского прервалась спустя пять периодов. И на 47-й минуте матча Дмитрий Явелов завез в пустые. Всего полторы минуты и Егор Сурин прорвался к воротам и отправил шайбу в домик. А спустя полторы минуты в меньшинстве все тот же Сурин убежал и сделал передачу на Романа Луцева. И тот отправил шайбу в то же место, что и партнер. 3-1 на табло, 3-2 в серии. Первая залетела и дальше прям сразу и скамейка ожила вот по-другому. И на льду, в принципе, включились тоже по-другому. Ну, разумеется, это эмоции прям сильно добавляет. Просто скамейка, я бы не сказал, не то что живая, она там кипела. Там никто не сидел, был даже не голодеж, а именно мужской такой разговор хороший поддерживали. Поэтому, да, эмоции в нужный русло направили и все зашло. В плей-офф нужно уважать соперника. Кто-то воспринимает это слишком буквально. А вот себя ребята вообще не жалеют. Все на результат команды. Видел момент, по-моему, в середине, ближе к концу второго периода шайба прилетела в клюшку. Клюшка сломалась и такое ощущение, что она тебе еще в лицо отлетела. Но ты как-то это все не заметил. Да, как бы я, да, не до этого. Там шайба у меня, потому что была. Надо было атаку начинать. Получилось. Больно было? Ну, больно. Не щекотно, как говорится. Там, по-моему, еще и тебе потом клюшку передали. Она была сначала не твоя, а ты выбросил. Да, и она мне еще и помешала, когда я выбегал в ноль, можно сказать. Так вот сложилось. Чайка – лидер этого плей-офф по заблокированным. Но у Лока и для этой проблемы есть решение. Когда соперник – лидер лиги по блокированным броскам. Вот как заключительный матч забирать, скажем так? Ну, отбросать так, чтобы у них ноги отлетали. Я думаю, что, может быть, возможно, этого и не хватило. На шестой матч в Нижнем заранее были куплены все билеты, но команды действовали довольно ответственно, и первую шайбу зрители дождались лишь во втором периоде на 35-й минуте. Илья Роговский классно проявил себя, а потом Дмитрий Ябелов сработал на добивании. Чайка упиралась, но получила плоды своих трудов лишь в концовке. На 58-й минуте Андрей Крутов реализовал большинство и сравнял счет. В овертайме горячо было в обеих зонах, но на 74-й минуте ярославцы красиво сыграли, и Кирилл Емельянов поставил точку в этой серии. О человеке можно судить по его целям. У нас с первого дня работы были самые высокие цели, причем эти цели мы сами все друг другу назначили, кубок. Да, кубок не удалось завоевать, но мы очень хотели, и у нас была такая цель. Поэтому все равно все здесь молодцы. И еще итоги подведем, обязательно как-то более детально. Но я хочу сказать, что 10 месяцев в этом тренерском штате и со всеми вами были самым счастливым временем в моей жизни. Спасибо вам за это. Люд показал, что они достойны идти дальше. Мы заканчиваем сезон. Не знаю, я горжусь с вами, мужики, что мы с 0-2 вытащили серию. Да, там в каждой игре чуть-чуть не хватало, но значит чуть-чуть мы недоработали где-то когда-то. Так что сложные ситуации, создают сильных людей. Давайте пойдем дальше. Каждый сделает выводы и все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА